В этот день, 19 января, родились Павел Киселёв, первый министр госимущества Российской империи, Николай Кулагин, выдающийся российский биолог-зоолог, Александр Серафимович, советский писатель, автор знаковой послереволюционной повести «Железный поток», поэт Александр Безыменский. Из всех наших поэтов, писавших о революции, для революции, по поводу революции, Безыменский наиболее органически к ней подходит, ибо он от её плоти, сын революции. Так описывал коммунист Лев Троцкий, творчество Безыменского. В 1916 году уроженец Житомира сбежал в Петроград, принял участие в свержении Временного правительства, примкнул к комсомольскому движению и стал популярным молодёжным поэтом. Только за первые 10 лет тираж книг Безыменского достиг миллиона экземпляров, а тематика его произведений колебалась от стихов, эпиграмм, филитонов и частушек, и пьес. Хвалили не всё. Пьеса «Выстрел», выдержавшая сотню постановок, подверглась разгрому от критиков, в том числе со стороны поэта Маяковского, назвавшего постановку «трёхчасовым унылым зрелищем», а многочисленные стихи Безыменского «морковным кофе». Читал и «Выстрел», и «День нашей жизни». Ничего ни мелкобуржуазного, ни антипартийного в этих произведениях нет. И то, и другое, особенно «Выстрел» можно считать образцами революционного пролетарского искусства для настоящего времени. Так отвечал завистникам Сталин. Вождь даже выговаривал писателю Фадееву за то, что тот поставил эпиграфом для романа пять строчек из песни Безыменского «Молодая гвардия», а автора не назвал. Впрочем, конфликт в литературных кругах не утихал. Есенин дурно отзывался о Безыменском. Михаил Булгаков по одной из версий сделал его прототипом бездомного. А пламенный революционер выступал против Пастернака и призывал выслать опального писателя из страны. «Я хочу работать, а лучше уж ничего не делать, чем работать не на дело партии». Таким было кредо позабытого сегодня поэта. В этот день, 19 января 1480 года, последний независимый новгородский архиепископ Феофил был заточен в чудо в монастырь в Москве. 19 января 1918 года распущено учредительное собрание. Произошло это после известной фразы матроса Железнякова «Караул устал». Большевики избавлялись от всех возможных центров власти в России. «Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что «Караул устал». С такой фразой матросу Железнякову было поручено обратиться к учредительному собранию. В брошюре 1968 года, выпущенной издательством «Московские рабочие», ситуация обыгрывалась еще более по-свойски. Было 4 часа 20 минут. Железняков обошел посты, еще раз напомнил матросам директиву Ленина, не позволять никаких насилий над делегатами и твердой поступи вошел в огромный ярко освещенный зал дворца. Он подошел к Чернову, положил ему на плечо свою сильную руку и громко сказал «Прошу прекратить заседание. Караул устал и хочет спать». Зал разбушевался, и председателю Чернову пришлось объявить перерыв до 5 часов вечера. Несмотря на то, что декрет Совета народного комиссара о распуске учредительного собрания был подписан через сутки, в ночь на 20 января, Железнякову досталась своя порция славы, как человеку, перевернувшему ход историю. О нем писали песни, слагали стихи, и правда уже посмертно. В 1919 году матрос погиб в сражении с Белой армией. «Ой, гуди, метелица в дальние края! Лучшая речь, Анатолий, твоя!» 19 января 1925 года вышел в свет журнал «Новый мир». Журнал «Новый мир» создавался на базе издательства «Известия». Он был задуман наркомом просвещения Луначарским и редактором Юрием Стекловым как литературный, научно-политический и популярный журнал. В первом номере можно было прочитать публикацию Стеклова о германской интервенции, неопубликованные рукописи Ленина, статьи о ленинградском наводнении, последних достижениях науки и техники, стихотворения, рассказы и отрывки из литературных поэм. Экземпляр из 184 страниц приобретался по подписке в минимальную цену 2 копейки. В течение десятилетий «Новый мир» планомерно наращивал количество подписчиков от 15 тысяч до почти 3 миллионов в 1990 году, став одним из самых узнаваемых книжных изданий СССР. 19 января 1945 года в ходе Великой Отечественной войны советская армия освободила Краков. Таким был этот день 19 января. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok